Ну, во-первых, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, моя бабушка одесская. У меня один бабушка одна одесская, другая киевская. Киевская бабушка спаслась, она успела эвакуироваться вместе с сестрами. Остался брат, дядя Боря, с женой и с двумя дочками, они ушли в Бабе Ярро. А вот моя одесская бабушка, я ее не знала, потому что маленькая была, она была очень больна, она была очень полная, и она уже, можно сказать, не ходила. И когда надо было, еще была возможность эвакуироваться, сын один был на фронте, зять тоже был на фронте, и, значит, и ее дочка, и жена невестка, и двое мальчиков, они остались с ней, они не могли ее бросить, они остались с ней. И когда пришли нацисты, ну, конечно, тут же доложили соседям, как и положено это в нашей жизни, увы. И бабушку, они жили на пятом этаже, и бабушку тянули, эти сволчи, тянули ее по лестницам вниз, она умерла в пути, она даже внизу ее уже не было. Так рассказывают соседи, не знаю, что так или нет, а папа потом поехал, ему рассказали. А те, две мои тети, тетя Клара и тетя Теша, и два мальчика, говорят, каких-то гениальных мальчиков, победителей всех Олимпиад, ну, все они погибли. Это было во мне, и с этим, с этой памятью я жила, и это часть какой-то моей жизни, которую я, то есть этих эпизодов я не видела, они во мне. Они невидимы, они существуют, как какое-то кино, потому что я этого не видела, но я это знала. Нет истории, которые бы меня не тронул. Вот мы издаем такой список, список книжки, сборники «Сохранимые письма». «Сохранимые письма» от евреев, которые были на фронте. И там, что меня трогает больше всего в этих письмах, какая-то поразительная, я не знаю, или национальная часть, или это молодость, или это я не знаю что. В основном там молодые. Ну, конечно, или совсем молодые ребята, которые шли на фронт, или люди, ну, до сорока, во всяком случае, в основном, а то и меньше, там, тридцать, вот так. Это удивительная любовь к жизни. Вот я вернусь, все будет, к жизни, к семье, к женщине, любимой, жене, детям. Вот, понимаете, меньше всего там были какие-то в этих письмах, какие-то громкие слова за Родину, за Сталину, и вообще этого нет. Вообще нет, и я почти этого не... Это, да, конечно, Родина, безусловно. Для евреев в то время это была Родина. Это сложный вопрос, мы обсуждать его не будем сейчас. Но вот семья, дети, мальчик мой дорогой, сыночек мой, вот эта бесконечная тоска по семье, по дому, вот это очень национальная черта. Дом, дом, прежде всего дом, любимая женщина, любимая жена, очень, очень... Именно семья, именно дом, вот я бы подчеркиваю, это в этих письмах меня просто, просто потрясало. И что второе, что поразительно, что когда мы находим какие-то разные документы из гетто, уже из гетто юридических, мы находим письма любовные, которые писали там юноши и девушки друг другу. Вот любовная переписка – это одно из потрясений. Люди на пороге уже, можно сказать, этого рва, на пороге ямы, они любили, они, они узнали, что такое счастье любить в этих тяжелейших условиях. Это письма фантастические, которые мы находили и знаем такие истории. С юным поколением нужно говорить как, ну, как, как с самым близким человеком, как с самой собой. Как с... Я знаю, когда я приезжала в школу, я сейчас, к сожалению, меньше езжу из-за пандемии, да и уже вот у меня с ногами плохо. Я знаю, когда я приезжала в школу, класс, университет лета, сидит в зал, ну, пустой, ну, глаза пустые, ну, ничего, ну, ну, просто думаешь, ну, хоть беги. Начинаешь, вкладываешь все, что только можно вложить, искренне, абсолютно с ними разговариваешь, и вот чувствуешь, что под конец все, все, они, так сказать, можно с ними уже иметь дело, они, они, они поняли. Но так, понимаете, это не потому что я делаю себе комплимент, что я такая замечательная, но одни учителя могут так, а другие совсем не могут. И поэтому такая вот чисто такая, ну, как бы вам сказать, воспитательная, устно-воспитательная работа, она очень нужна. Это еврейская трагедия, но не еврейская тема. Это тема всечеловеческая, потому что такого феноменального, страшнейшего, уродливого, индустриального уничтожения, планового, уничтожения целого народа, планового, продуманного, с помощью науки, с помощью всевозможных, так сказать, технических приспособлений. Понимаете, это был план, к которому были привлечены умы, умы людей, которые закончили университеты, которые были созданы, казалось бы, чего-то совершенно другое. Они работали на то, чтобы уничтожить народ. И 6 миллионов им удалось. Маленькие деточки, неважно, как сказали на водительской конференции, они же вырастут, когда кто-то спросил, может быть, маленьких детей не нужно, грудных? Ну как это не нужно? Они же вырастут, и решение было принято. Вот как это всё? Почему это? Отчего это? Как человек был на это способен? Что такое вообще человек? Ведь тема Холокоста – это тема человека. Это тема понимания, что есть мы, что есть я. На что я способен был бы в таких условиях? Как бы я? Что бы я делал? Вы знаете, это вопрос, который может каждый себе задать, и не каждый на него может ответить. Вот об этом нужно говорить. Это есть память. Это понимание основ человечности, основ человеческого достоинства, человеческого происхождения. Иначе кто ты? Ты у меня – что ты хотел? Продолжение следует...